Итак, продолжим. Сегодня мы с вами создаем баннер посредством очень интересной маленькой программки. Ее большой плюс заключается в том, что это можно сделать онлайн, не загружая свой компьютер. И работать с ним можно очень просто и очень быстро. Давайте сейчас посмотрим, как мы это будем делать. Вот интерфейс этой программки. Вот здесь у нас старая версия. Программа называется GIF-AVINA. Создание GIF-анимации онлайн. Можно сделать аватарку или баннер. Это старый интерфейс. Он очень простой и минимум функциональности. Здесь очень просто делается. Вы добавляете кадр со своего компьютера. То есть уже подготовленную какую-либо картинку. Потом выбираете размеры. То есть размеры баннера. Или это 100 на 100, или это какой-либо другой размер. Вот здесь вы можете его установить. Вы определяете скорость движения этого баннера и эффект. То есть эффектов тоже здесь достаточно мало. После того, как все это у вас готово, вы получаете ссылку на этот баннер, которую можете разместить у себя на блоге. Или вы можете скачать этот баннер к себе на компьютер и тоже с ним продолжить работу. Я предлагаю вам просмотреть сегодня новую версию. Вот кликаем по этой ссылочке и видим новую версию GIF-AVINA. Видите, здесь уже в строке без слова old, старый. То есть здесь конкретно вот уже сервис GIF-AVINA.ru. Итак, этот сервис, этот интерфейс намного интереснее, будем говорить. Что мы можем здесь сделать? Мы, во-первых, можем добавить кадры с компьютера. Мы можем добавить кадры по ссылке. И мы можем даже сделать кадры, используя камеру. Мы сегодня будем делать простой баннер, добавляя готовые уже рисунки с компьютера. Прежде чем начать работу с этим баннером, я выбираю размер баннера. Видите, здесь можно настроить размер баннера. Размер баннера моего будет 600 на 95. То есть такой длинненький, узенький баннер, который я хочу разместить в конце своей статьи на блоге. Все, я подготовила размер. Дальше я разбираюсь с режимом подгонки. Писать картинку вот в этот размер, который я предложила. Здесь есть бегунок, которым мы можем увеличить длительность кадров, то есть 2 до 2,5 секунд, например. Максимальная 10 секунд. Но я обычно оставляю где-то вот так 2,5-3 секунды. И здесь достаточно большой выбор эффектов. Вот, посмотрите, какой огромный выбор эффектов. Но этим мы займемся попозже. Что я здесь могу сделать? Сейчас я начинаю добавлять картинки. Так как я не любительница картинок, очень ярких, сверкающих, бросающихся, поэтому я заготовила очень лаконичные картинки с одним и тем же рисунком, но с изменяющимся надписью. Сделала я их обычно в пауэрпойнте. Вырезала по размеру. Вот видите, они так где-то приблизительно 598 на 90. Значит, я по всей видимости, мне надо, да, вот здесь вот мне надо, прежде чем загружать, мне надо вот эту вот часть изменить до 90. Вот тут вот пишем 90. Вот такой вот размер баннера у меня будет. Итак, добавляю кадры с рабочего стола. Первый кадр вот под номером 21. Вот он загрузился. Я буду рекламировать баннером курс «Блог с нуля». Создание блога буквально вот с первых самых шагов. Итак, вот я загрузила эту первую мою картинку. Но если бы я захотела, я могла бы здесь добавить интересные всевозможные вещи. Например, как видите, здесь я могу, например, добавить фигуры сюда. Ну, давайте попробуем, ну, например, вот такие вот пузыри добавить. Вот они появляются, эти пузыри, видите? Я могу их уложить, вот, например, вот отсюда, вот досюда этот пузырь я могу уложить. Я могу этот пузырь самый большой вот вытянуть каким-то образом там, сделать маленьким, большим, совсем кругленьким. То есть установить там, где мне это надо. Я могу выбрать шрифт жирный курси или ареал без засечек или с засечками классический, нью-роман. Я могу выбрать размер этого шрифта. Я могу сделать заливку. Ну, например, давайте вот такую заливку я сделаю всех вот этих пузырьков. Я могу сделать обводку у этих пузырьков, вот таких вот, ярко-красную, то есть покрасивее их сделать. Я могу сделать здесь, выбрать цвет текста. Ну, например, давайте мы сделаем его вот таким коричневым, видите? Щелкнув дважды, я могу этот текст убрать и записать какой-нибудь новый. Ну, например, давайте запишем тест. Увеличить этот текст, размер, ну, например, до 26. Вот такой вот сделать его, большой. Ну, и так далее. Или я могу все это удалить. То есть я вам просто показала, как это можно сделать. Мне эти выноски не нужны, поэтому я их просто удаляю. Итак, что я делаю дальше? Дальше я загружаю еще одну картинку. На этой картинке, на следующей, у меня будет другой текст. Вот она загрузилась, видите? Вот это первая картинка. А это точно такой же баннер, но только другой текст и с другим цветом. И я загружаю третью картинку. Вот она, третья картинка. И точно такой же баннер, только с третьим уже текстом. Дальше, посмотрите. Вот здесь у меня указано, что у меня здесь эти баннеры идут без эффекта. Я выбираю эффект. Но самый большой, вот больше всего мне понравился, это эффект. Он такой не яркий, не броский, но все-таки флэш эффект. Это горизонтальные жалюзи. Значит, длительность кадров у меня будет 3 секунды, а длительность эффекта будет полсекунды. Ну, может быть, давайте сделаем чуть побольше, вот так вот. 0,6 секунды. Вот везде показано, что у меня везде будут жалюзи. Теперь смотрите, здесь я могу убрать картинку, если она мне не понадобилась, или вот так вот каким-то якорьком, вот так вот поменять местами эти картинки. Все, я закончила. Я все вопросы решила. Я нажимаю клавишу «Готово». И у меня идет анимация. И вот эта анимация сейчас будет здесь показана. Вот такой у меня будет маленький, аккуратненький по моим понятиям, конечно, блок. Что я могу сделать? Я могу нажать вот сюда и скачать это на компьютер. Я могу закрыть, и тогда эта анимация просто уйдет. И я могу поделиться. Вот когда я пишу «Поделиться», мне предлагается ссылка на гифовину и код для вставки на сайт. Вот я копирую код для вставки на сайт и покажу вам некоторые изменения, которые необходимо сделать для того, чтобы этот баннер, встав в то место, куда вы его решили поставить, чтобы он ввел на ту страницу, которую вам необходимо. Копирую. Выхожу в обыкновенный блокнот и в блокнот вставляю эту запись. Проверяю ее. И видите, вот эта часть у меня, эта часть – ссылка. Ссылка, которая ведет, вот открывающий тег ссылки. И внутри этого тега стоит гиперреферальная ссылка, обязательный атрибут, который ведет на страницу гифовины. А вот эта часть, вот эта часть, это часть картинки. Вот она, вся эта картинка. Та картинка, тот баннер, который там зафиксировался размерами, шириной 600 и высотой 90 пикселей, зафиксирован на ресурсе. Это закрывающий тег ссылки. А теперь задача заключается в том, что вот эту вот часть, вот эту вот, мне нужно заменить на ссылку моего курса, то есть того одностраничника, куда я хотела бы, чтобы пришел мой посетитель. Я захожу вот сюда на курс, копирую эту ссылку, захожу в блокнот и заменяю вот эту часть на ссылку моего курса. Но еще один момент, который нужно здесь учесть. Здесь ссылка ведет, открывается, вернее, в том же самом окне эта ссылка, чтобы эта страничка открывалась в отдельном окне. Поэтому я сделаю атрибут Blank. Вот так вот. Вот теперь проверяем. Это гиперреферальная ссылка, ведущая на страницу. Это открытие в новом окне. Это ссылка на сам баннер. Вот теперь я его копирую. Иду на блог. Захожу в консоль. В консоли выбираю записи, все записи. Ну, давайте выберем, например, вот форму поиска от Яндекса на блог. Захожу в редактор текст и в самом конце своей записи вставляю код. Обновляю запись и смотрю, что получилось. И вот, как видите, под моей подписью, под видео, появляется вот такой вот, ну, будем говорить, аккуратненький баннер. Не сверкающий, не гремящий, не кричащий, спокойный баннер, который при кликании по нему переводит меня на ту самую страничку, куда мне, собственно говоря, надо. Итак, вот таким образом, очень быстро, легко и просто можно сделать баннер для своего блога. Продолжение следует... Такое дело... Продолжение следует...